Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном брифинге, который посвящен оценке основных фундаментальных событий. Как и всегда, традиционно в 9.30 по московскому времени мы с вами разбираем все самое интересное, что случилось на минувшей торговой сессии. Ну и, разумеется, параллельно делаем ставку на те события, которые впереди. Что касается вчерашнего дня, пожалуй, нужно сделать самый большой акцент на конференцию Дональда Трампа, в ходе которого было принято решение о выходе из сделки по атому, либо по другому, ядерного соглашения с Тегераном. Мы следили за этим событием довольно детально, поскольку изначально понимали, что это самая настоящая фундаментальная бомба, поскольку фактическое решение Трампа должно было, да и, в принципе, повлияло на то, что происходит на рынке нефти. Мы сейчас коснемся логики определенных выводов. Ну и, безусловно, должно было сказаться на динамике доллара, потому что доллар, как, скажем, один из представителей рынка Форекс, мог оказаться вне милости из-за повышенного спроса на защитные инструменты, либо, напротив, вырасти против защиты, если трейдеры не нашли бы основания для того, чтобы снова с головой уходить в геополитические риски. Оценивать текущую динамику той же самой нефти. Котировки растут, понятно почему. Что касается доллара, то он тоже восстанавливает свои позиции. И когда мы, собственно, перейдем к паре доллара и японской иены, я объясню, что у такого подхода и такой динамики есть конкретные причины. И я думаю, что эти причины являются для нас позитивным сигналом, потому что мы можем, как и раньше, продолжать делать активную ставку на покупки доллара. И сегодня на азиатской сессии, которая уже практически переросла в европейскую, доллар активно набирает позиции. Я практически не сомневаюсь, друзья, о том, что мы находимся на пороге повторного тестирования планки 110 иен против доллара. И будем котироваться в самое ближайшее время еще выше. Вернемся, собственно, к решению Трампа и тому, как оно повлияло на котировки нефти. До 21.00 по московскому времени вы наверняка могли заметить, как цены на нефть WTI и Brent обвалились практически на 5%. Собственно, связано это было с тем, что на площадках появились слухи о том, что Трамп все-таки будет дружить за головой и, соответственно, решится хранить членство. В рамках этого соглашения решить не расторгать, а, соответственно, сделку по Атому и не вводить санкции, собственно, на Иран. Я выдохнул. Думаю, ну, наконец-таки, собственно, этот повод, этот фундамент позволит нам развернуться по ценам на нефть и все-таки вернуться к тем уровням, которые, на мой взгляд, являются более-менее обоснованными. Но в 21.00, друзья, как вы знаете, все совершенным образом изменилось, котировки снова поползли вверх, потому что Трамп принял решение, которое мы считали возможным, но большую ставку все-таки делали на его благоразуме. Соответственно, теперь санкции будут инициированы снова в адрес Ирана, теперь Иран выпадет из глобальной энергетической арены в качестве поставщика, поэтому мы до этого с вами обозначали риски для глобального предложения, те риски того, что мировая экономика не дочитается примерно 600-700 тысяч баррелей в сутки. Это, с одной стороны, много, да и, наверное, с любой стороны, с какой бы мы ни посмотрели, сейчас это довольно весомый показатель, потому что, благодаря усилиям стран ближневосточного картеля, на текущий момент мировые избыточные резервы уже практически приведены в соответствии со средним значением за последние пять лет. Если раньше избыток, чуть больше года назад, был 300 миллионов баррелей, то вот последние цифры, вот буквально сегодня я нашел статью, уже она является итогом прошлого месяца, избыток превышает чуть больше 10 миллионов. Поэтому любой прецедент, связанный с либо нарушением поставок, либо вовсе их ограничением на глобальный рынок, очень чувствительная тема для баланса спроса и предложений и, соответственно, отыгрывается логичным образом. Кто-то, друзья, считает, что котировки нефти могли бы вырасти существеннее. Я не поддерживаю такую позицию. Ну, почему не поддерживаю? Потому что даже в этом фундаменте я вижу причины немного обнадеживающие продавцов, все еще обнадеживающие, даже несмотря на той ралли, которая состоялась. Во-первых, что значит санкции против Ирана? Вы же понимаете, что это не какая-то кнопка, которая есть у Трампа, либо тумблер, переключением которого он вводит санкции и тут же, в синий момент, ограничивает поставки со стороны этого региона. Нет, конечно же, это серьезный процесс, который будет размыт по времени. И поскольку все-таки соглашение по Атому является серьезным соглашением и гарантом общемирового геополитического спокойствия, я думаю, что везде, где используется формулировка ядерная, нужно привыкать к таким тематикам. Вашингтон не единственный участник этого соглашения. В нем присутствует шесть членов. И после того, как Трамп принял решение о выходе из соглашения, другие отметили то, что по-прежнему ему привержены. Я надеюсь, что сам факт того, что инициирование санкций будет размыто по времени, то есть потребует, я думаю, не меньше одного месяца или даже двух месяцев, этот период будет использован представителями, прочими участниками этого соглашения, для того, чтобы попробовать достучаться до Трампа. Попробовать сделать то, что могло бы поспособствовать изменению решений. Это первый момент, друзья, который, наверное, оставляет надежду продавцам. То, что все может измениться. Хотя, учитывая импульсивность Трампа и решения, которые принимает, вероятность, объективно признаю, не так высока для этого. Что еще можно использовать в качестве медвежьего фактора? Сразу же после того, как вопрос санкций фактически был решен вчера, представители ближневосточного картеля, в частности Саудовская Аравия, высказались в пользу того, что рынку не стоит напрягаться из-за того, что на нем будут обозначены такие понятия, как дефицит предложений. Почему? Потому что страны ближневосточного картеля делают все возможное, чтобы сгладить негативные последствия и не допустить, чтобы на рынке нефти было меньше, чем требуется. Я думаю, что представители Саудовской Аравии, конечно же, этому только рады, потому что хоть какая-то возможность у них увеличить добычу и поставки. Но, с другой стороны, могут ли они увеличивать добычу, если они сами действуют в рамках энергетического пакта. А там четкие параметры, которые нужно тоже соблюдать. Очень интересная тема, друзья. Я думаю, что по нефтянке, даже несмотря на то, что сегодня довольно интересный день, запасы будут опубликованы в 17.30 по московскому времени, все-таки этот фон изначально уходит на второй план, потому что трейдерам нужно переосмыслить, что же вчера наговорил Трамп, как это в итоге повлияет на показатели поставок на глобальный рынок, что будет с Ираном, с потенциальным балансом, с спросом предложений, что будут действовать страны, что будут предпринимать страны ближневосточного картеля и так далее. Мы росли на ожиданиях того, что эти санкции могут быть инициированы. Мы растем после того, как эти санкции приняты. Но сколько же можно? Это, наверное, самый главный вопрос, который сейчас можно транслировать на весь энергетический сектор. Сколько еще будет продолжаться ралли? И что же рынку нужно для того, чтобы все-таки покупатели пропустили вперед продавцов и дали им возможность отыграть большое количество факторов, которые на рынке присутствуют. Это в плане, собственно, негативной динамики и, разумеется, активизации продаж. Будем смотреть за нефтью, друзья. Я по-прежнему все же склоняюсь в пользу того, что коррекция, особенно после такого роста, должна наступить, потому что факт, он уже реализован. Все самые негативные сценарии, они уже допущены. Никаких подводных камней нет, что еще может ухудшить картину. Поэтому медведям пора уже перехватывать инициативу. Полагаю, что произойти это может в самое ближайшее время. Рубль 63.20 в целом по российской валюте картина не меняется уже на протяжении многих месяцев. Единственное, что мы уже обозначили новую реальность для рубля, и мы понимаем то, что, возможно, котировок 60 и ниже мы не увидим очень долгий период времени, потому что 63.20 это курс российской валюты при ценах на нефть выше 76 долларов за баррель для бренда. То есть при стоимости нефтянки, которая находится на максимумах с ноября 2014 года. Я думаю, друзья, то, что те из вас, кто интересуется причиной текущих показателей, именно текущих котировок рубля, знают, почему рубль девальвируется с учетом высоких цен. Они знают, какую политику проводит Центральный банк, для чего, собственно, держивается такой курс, ну или, по крайней мере, вектор на ослабление российского рубля. Многие делали ставку еще на политические факторы, на инаугурацию Владимира Путина, на оглашение состава Кабинета министров России, но эти, собственно, политические события никак не повлияли на курс рубля, потому что экономическая политика не изменилась. Все мы знаем то, что будет делать Путин, поскольку одним из основных базистых элементов это поддержание стабильности политического вектора. То есть никаких реформ. Это, конечно же, плохо. Ну, наверное, совсем в дебри этого вопроса лезть мы не будем. Это сейчас не в сути важно. Рубль, друзья, будет девальвироваться, и попомните мои слова, что буквально, возможно, в перспективе ближайших двух недель мы достигнем вот этого рубежа в 65, и там будет продолжаться определенное время консолидация. И 65, это, на мой взгляд, уже более-менее справедливая отметка для рубля, и, наконец-таки, эта справедливая отметка стала обозначена для всех участников рынка, не только для, скажем, пессимистов-реалистов, но и для оптимистов, которые верили в рубль по 40 и так далее. Полагаю, что среди вас таких нет. Доллар и японская иена уже в начале брифинга отметили то, что пара набирает обороты. Причин для роста очень много. Трейдеры используют сейчас тематику высоких цен на нефть. Почему? Потому что высокие цены на углеводороды, они будут стимулировать рост инфляции. Это тоже вечные экономические понятия, коррелирующие между собой. Помимо этого, у нас еще заработные платы, у нас статистика по рынку труда США с отголоском на non-farm perils. И вы помните, что благодаря тем отчетам, которые мы с вами разбирали в минувшую пятницу, на основании данного по уровню безработицы в 3,9% минимальное значение за последние 18 лет, пришли к выводу о том, что американская экономика близка к максимальной занятости. Значит, сейчас работодатели будут повышать заработные платы, которые приведут к росту доходов в домохозяйстве. Поэтому высокие цены на нефть и рост заработных плат, в целом прогресс на американском рынке труда, это то, что формирует хорошую базу для последующего роста инфляции. С ростом инфляции у ФРС не будет другого выхода, кроме как нормальным образом действовать в соответствии с ростом процентных ставок. И логичным, и оправданным. Что значит рассчитывать на более агрессивные темпы повышения процентной ставки? Это значит то, что ФРС до конца этого года пока что оставляет для себя возможность такого трекратного маневра и повышения ставок в июне, собственно 13 июня, потом в сентябре и, разумеется, под занавесом 2018 года в декабре. Помимо того, что мы получили мощный сигнал того, что политика будет остановиться все более и более жесткой, вчера это подтвердил Джером Пауэлл, который возглавляет американский регулятор, комментарии были на самом деле с одной стороны витиеватыми, но с другой стороны мы услышали несколько прямых необходимых нам для покупателей доллара формулировок. То, что экономическая ситуация в стране улучшается, и она полностью соответствует прежнему вектору нормализации денежно-кредитной политики. Но нормализация, друзья, это и есть повышение процентных ставок. У меня такое ощущение, что Джером Пауэлл выполнял очень важную функцию на рынке именно вчера. И не просто так. Мы не ориентировались и не ждали, что его выступление состоится. Но было внезапно и неожиданно включено в повестку. Я хочу объяснить, с чем связана моя логика, почему Пауэлл выполнял конкретную роль. Потому что буквально в понедельник я вам сказал, что Минфин сейчас планирует разместить облигации. И мы с вами уже пришли к выводу о том, что спрос на эти бумаги будет достаточным только в том случае, если инвесторов устроят показатели доходности. Поэтому для того, чтобы доходности американских облигаций снова пошли вверх, нужно было бы закинуть на рынок идею о том, что политика ФРС будет оставаться прежней. Потому что рост процентных ставок это то, что и стимулирует рост доходности трежерис. Поскольку рост доходности облигаций еще и отражает высокие инфекционные ожидания. Вот Пауэлл как раз вчера об этом и сказал. И как следствие, сразу же после его комментариев, американские облигации по доходности поползли, собственно, вверх. 2,99 сейчас десятилетки. Маленький шажок остается для того, чтобы бумаги перевалились за показатели в 3%. А при 3% доходности трежерис для доллара это манна просто небесная, чтобы он взращивал свои позиции и рост дальше. Сегодня доллар и иена растет. Доллар растет против всех основных конкурентов. И, друзья, нужно уже смириться с тем, что американец в растущем тренде. Единственный риск, который на рынке сейчас остается, это следующий этап торговых переговоров между США и Китаем. Он состоится на следующей неделе. Напомню, что неделю назад делегация Майкла Помпео прибыла в Пекин. Обменялись, собственно, требованиями и документами, скажем, дорожными картами, что США хотят, чтобы сделали Китай, и что Китай хочет, чтобы сделали США, чтобы не усиливать вот эту торговую конфронтацию. Услышали мнения друг друга, разъехались. И следующая встреча пройдет на, собственно, на следующей неделе. Мы будем за этим отследить. Но я считаю, что стороны уже сели за стол переговоров. Поэтому, скорее всего, общий язык будет найден. Потому что и США, и Китай прекрасно понимают, что сейчас не нужно усиливать общую геополитическую напряженность. И третий фактор, который сейчас будет способствовать росту доллара, он связан, опять же, с вчерашним решением Трампа. По идее, вроде бы как США вышли из соглашения. Ведь это должно было спровоцировать резкий спрос на защиту, потому что теперь неясно, что будет дальше. Но фишка здесь в том, что, я уже отметил, в этом соглашении действует 6 стран. И то, что Вашингтон выпал из этого соглашения по собственному желанию, не значит то, что это соглашение окончательно расторнуто. Очень важный комментарий вчера был сделан от президента Ирана о том, что Иран уважает прочих участников этого соглашения, уважает своих партнеров, и поскольку взял на себя обязательство заморозить ядерную программу, будет придерживаться этому обязательству и дальше. То есть, Иран не, скажем, принял на горячую голову в ответ на решение Трампа, решение, что они сейчас вернутся к программе обогащения Урана. Это важно, друзья, потому что это сняло с рынка серьезный фактор геополитической напряженности и дал нам возможность снова сфокусироваться и сосредоточиться на статистике. Мы это, собственно, и делаем. Доллар и иен покупаем и ждем пару выше 110 евро против американцев валится вниз. Вы уровни сами сейчас прекрасно видите, мы уже далеко намного ниже 1,19. Цели у нас находятся примерно на отметке 1,16-1,17. Против евро действует слабая статистика. Кстати, вчера вышел отчет по торговому балансу Германии. Просел показатель экспорта. Он не дотянул до прогноза по импорту и вовсе ушли на отрицательную территорию. Это все отголоски и следствие высокого курса евро. Курс евро наконец-таки в негативные последствия этой динамики поверили все. Курс евро будет снижаться, усиливать давление на него будут. Расхождение показателей доходности американских облигаций и, собственно, европейских. Усиливать будут мягкие комментарии Европейского центрального банка и растущего курса доллара. Я думаю, что здесь вы не ищете каких-то поводов для покупки, потому что при всем желании вы их не найдете. Фунт против доллара. Друзья, я думаю, что сегодня не будем обсуждать эту валютную пару и фунта. В частности, у нас завтра будет для этого брифинг. Тем более, что завтра как раз это обсуждение будет максимально актуальным, потому что оно состоится буквально за несколько часов до заседания Банка Англии. Поговорим. Но я напоминаю, что мы ждем с вами мощного роста фунта, который будет показан завтра. Австралийцы находятся под давлением буквально несколько часов назад. СНП, которое считается как независимым агентством, обозначило негативный рейтинг Австралии. Точнее, он был сохранен на негативном уровне. Это, безусловно, медвежий сигнал для австралийца. И до этого мы с вами разбирали показатели по роничным продажам, слабые данные. И стали тут же использоваться нами для того, чтобы оправдать мягкую экономическую политику. Австралиец будет находиться под прессом мягкого вектора Резервного банка Австралии по экономическому политике и, безусловно, сильного доллара. По Новозеландцу очень похожая ситуация, потому что буквально вчера вечером мы с вами разбирали роничные продажи по этому региону. Они просили даже хуже, чем в Австралии. Минус 2,2% с прошлого роста на 1,5%. Роничные продажи отражают активности потребителей. Соответственно, с этим есть серьезные проблемы. Без должных показателей розницы и расходов домохозяйств не будет расти инфляция. Вот почему Резервный банк Новой Зеландии станет сегодня на заседании, которое состоится в 00.00 минута по московскому времени. Примет решение о сохранении ставки на прежнем уровне 1,75%. В ходе сопроводительного заявления будут даны комментарии, что дорогой новозеландец не нужен. Дорогая валюта, собственно, создает риски для экономического роста. И без устойчивых инфляционных ожиданий политика меняться не будет. То есть, новый зеландец только начал корректироваться, друзья. Этот инструмент просядет еще серьезнее. Я напоминаю, что по новозеландцу у нас цель 0,67. Что касается австралийца против доллара, мы с вами идем на уровень 0,72. Доллар-канадец. Еще одна интересная валютная пара, потому что мы наконец-таки столкнулись с реализацией перевернутой формации голова и плечи. Это техника, которая прекрасно отработала. Мы с вами столкнулись с отдачей сильного доллара на канадца. И сейчас лично мне, как покупателю данной валютной пары, приятно осознавать, что канадец уже побаивается, собственно, отыгрывать высокие котировки нефти. Потому что понимает, что они должны вот-вот развернуться. Поэтому доллар-канадец у нас сохраняет длинная позиция. И с учетом той динамики, которую мы видели вчера, тех темпов роста, 1,30 в принципе может быть достигнут даже и в рамках текущей торговой сессии. Из важных событий сегодня ждем в 15.30 статистику по штатам. Это индекс цен производителей, один из компонентов инфляции, а завтра уже сам показатель индекса потребительских цен. Ну и сегодня тоже можно будет уже поспекулировать на том, какая статистика выйдет завтра на брифинге. Мы, безусловно, об этом с вами поговорим. В 17.30 запасы нефти, ну, думаю, что вряд ли они повлияют на динамику. Важно, чтобы сейчас медведи побыстрее перехватывали уже инициативу, потому что быкам уже практически не на чем расти. И в 0.00 часов 0.00 минут решение резервного банка по процентной ставке. Ждем неизменности и ждем давления на новозеландский доллар. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, вы всегда можете задавать в нашем канале на YouTube, либо на форуме AmMarket. С большим удовольствием на них отвечу. Увидимся завтра, как и всегда, в прямом эфире через перископ в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.